Библейский портал экзегет.ру представляет На библейском портале «Экзегет» мы продолжаем чтение книги «Премудрости Иисуса, сына Сирахова», 22 глава. Иные пороки, присущие человеку, обличаются в ней, и их преодоление, пути, от них избавление указывает мудрый наставник сыну своему. «Грязному камню подобен ленивый, всякий освищет бесславие его». Очень многое нами не достигнуто, многое не изменено в жизни по тупой лени, по отсутствию навыка двигать себя, по потере той спортивной формы, в которой достигаются новые-новые результаты в спорте, а в жизни — это усилие над собой. «Воловьему помету подобен ленивый, всякий, поднявший его, отряхнет руку». Столь тягостно для близких то, что происходит с человеком ленивым. Его неспособность понудить себя к труду, к созидательной деятельности, внутренней, внешней, вызывает отвращение у окружающих. Итак, «Грязный камень», «Воловьи помет», что еще ярче сказать, чтобы побудить нас от ленности к тем добрым трудам, к которым мы призваны. «Стыд отцу рождения невоспитанного сына, дочь же невоспитанная рождается на унижение». Не рождаются дети ленивыми, ни сын, ни дочь, но самое порождение ребенка есть некоторый повод для гордости и достоинства родителя. Но лучше бы их было не рожать, чем они будут позорить родителя своего своими безрассудствами. Для женщины это невоспитанность, ведущая к унижению. Для сына также это самая невоспитанность, только проявляющаяся в других свойствах отрицательных. О них мы сейчас узнаем. Каково свойство разумной дочери, воспитанной, приобретает себе мужа, а бесстыдная печаль родившему? Альтернатива мужу, конечно же, беззаконные отношения, сейчас кажущиеся вполне допустимыми. Но как тогда праведному отцу-наставнику, так и сегодня любому христианину понятно, что для христианской жизни есть два состояния. Либо чистота и невинность, целомудрие, вдовство или монашество, либо венчанный брак, законный союз христианина православного с православной христианкой. Разумная дочь в результате своего чистого детства и юности приобретает себе законного мужа, а бесстыдная печаль родившему. Наглое позорит отца и мужа, и у обоих будет презрение. То, что могло бы послужить девушке, к великому благу ее, служит в результате к приобретению позора и стыда. Такова сила женского обаяния, женской красоты, женственности. Награжденные ею могут употребить ее как для одного, так и для другого. Все дело в расположении сердца. Не вовремя рассказ тоже, что музыка во время печали. Надо чувствовать, надо стремиться понять, что может услышать человек в данную минуту. И сообразовывать слово свое с устроением слушателей. Наказание же и учение мудрости прилично всякому времени. Поучающий глупого то же, что склеивающий черепки, или пробуждающий спящего от глубокого сна. Не ко всякому приложимо всякое слово. И Господь иным говорил о Царстве Небесном прямо, а иным в притчах, сообразовываясь с уровнем и расположением сердца слушающих. Рассказывающий что-либо глупому то же, что рассказывающий дремлющему. Спит человек, а ты ему вещаешь что-либо. Который по окончании спрашивает, что? Он ничего не слышал. Он спал. Спал он в своей безрассудности. Плачь над умершим, ибо свет исчез для него. Плачь и над глупым, ибо разум исчез для него. Меньше плачь над умершим, потому что он успокоился, а злая жизнь глупого хуже смерти. Плачь об умершем семь дней, а о глупом и нечестивом все дни жизни его. Чудное наставление. Не раздражайся, не гневайся. Не расточай понапрасну бисер слов твоих, там, где невозможно их услышать. Ибо тот, кто мечет бисер свой перед свиньями, будет и сам попран после того, как они будут попирать этот камень ценный своими копытцами. С безрассудным много не говори и к неразумному не ходи. Многие спрашивают насчет продолжения дружества с людьми чуждыми благочестию, тогда как сами они уже встали на этот путь изменений благодатных. знает такую проблему наставник добрый и говорит ясно, не ходи, берегись от него. Почему? Чтобы не иметь неприятностей и не замарать себя столкновением с ним. Это столкновение можно воспринимать не только в перспективе какого-либо конфликта и противостояния, но и всякого содействия вместе с ним. Ходя с ним, по путям его, ты непременно впадешь в грязь и замараешь самого себя. Уклонись от него и найдешь покой, и не будешь огорчен безумием его. Что тяжелее свинца, и какое имя ему, как не глупый? Ну, по-церковно-славянски это звучит еще более значительно. Пачи олова, что чашчей бывает? И что ему имя? Токма-буй. Имя-буй. Тяжелое имя, безрассудное, безумное. Это не просто глупый. Легче понести песок и соль и глыбу железа, нежели человека бессмысленного. Как деревянная связь в доме, крепко устроенная, не дает ему распадаться при сотрясении, так сердце, утвержденное на обдуманном совете, не поколеблется во время страха. Вот лучшее утверждение для сердца человеческого – это обдуманный совет. нет, как говорит премудрый, спасение во мнозим совете. Не в совете со многими, а в расположении часто и основательно советоваться с тем, единственным, кто достоин быть просветителем ума твоего и наставителем твоим на пути жизни твоей. Сердце, утвержденное на разумном размышлении, как лепное украшение на вытесанной стене. Итак, сердце, которому присуще разумное размышление. А где мы почерпаем пример этого разумного размышления? Конечно же, в Писании премудрых. Подпорка, поставленная на высоте, не устоит против ветра. Так боязливое сердце при глупом размышлении не устоит против страха. Наносящий удар глазу вызывает слезы, а наносящий удар сердцу возбуждает чувство болезненное. Бросающий камень в птиц отгонит их, а поносящий друга расторгнет дружбу. Эти две фразы указывают нам быть осторожными в словах. Если глаз поврежденный слезоточит, то сердце поврежденное болезнует. Это болезнь души. Стремись, чтобы через тебя не приходила эта болезненность человеку. Словам надлежит быть ласковыми, ласковыми, словам надлежит быть бережливыми к ближним, ибо можно потерять всякую дружбу. Если ты на друга извлек меч, не отчаивайся, ибо возможно возвращение дружбы. Если ты открыл уста против друга, поссорился с ним, не бойся, ибо возможно примирение. Только поношение, гордость, обнаружение тайны и коварные злодейства могут отогнать всякого друга. Итак, какими бы ни были ваши ссоры, если вы люди всего лишь, и между собой иногда не сохраняете мир, то стремитесь быстрее примириться. Но только знай, от чего может произойти разлад твой с любым человеком. Это поношение или, другими словами, клевета и наговоры, гордость, твое собственное надмение и сознание себя бесконечно лучшим. Если отдашь себя этим помыслом на растерзание, то можешь всех потерять. Обнаружение тайны, неумение хранить язык за зубами и коварное злодейство могут отогнать всякого друга. «Приобретай доверенность ближнего в нищете его, чтобы радоваться вместе с ним при богатстве его. Не будь лицеприятен. Твои искренние дружественные чувства пускай расточаются всем ближним вне зависимости от их благополучия материального. Ибо ты не знаешь, насколько обеднеет тот, к кому ныне ты заискиваешься ради его благополучия материального. И напротив, сколь возвысится тот, кем сегодня ты хочешь пренебречь ради его, и пренебрегаешь по нечуткости сердца своего ради его бедности. Оставайся с ним во время скорби, чтобы иметь участь, участие в его наследии. Прежде пламени бывает в печи пар и дым. Так прежде кровопролития ссоры. Ничего нет страшнее кровопролития, беззаконного убийства, по гневу, неприязни, сребролюбию, лишения жизни людьми друг друга. Но начало этому ссоры. А начало ссором – немирность сердечная. Будь внимателен при разжигании малого огня, чтобы не сгореть тебе целиком в пламени его. Защищать друга я не постыжусь и не скроюсь от лица его. А если мне приключится через него зло, то всякий, кто услышит, будет остерегаться его. Речь идет о благородстве. Тот, кто искренне защищая ближнего своего и потерпит какое бесчестие, то не будет и по этому поводу уничижен, и совесть его будет мирна и спокойна. А если не будет друг и достоин этой жертвенной любви и неблагодарным окажется, то будет только против самого себя свидетельствовать, а не против меня, жертвенной ему послужившему. Кто даст мне стражу к устам моим и печаль, и печать благоразумия на уста мои, чтобы мне не пасть через них и чтобы язык мой не погубил меня? Заканчивает 22 главу автор, богодухновенный, воздыханием, несомненным обращением к Богу, ибо кто, как Бог, может дать человеку благодать надежным стражем, оградить уста свои и печатью благоразумия, ибо близко падение всякого человека через безрассудное слово и великое благодать и благословение на освященном Богом и премудром слове. Продолжение следует...